Здравствуйте, дорогие друзья! Вы просили, чтобы видео были более динамичными и более драматичными. Мы учли ваши пожелания, поэтому в этом выпуске Лосось, который прилетел на самолете Подземные погони на крупногабаритных автомобилях Человек, который ловит сигарету ртом 3D-куклы И ательер, который запрещает детям заходить в свое... Все несется Итак, это третий выпуск, переходим к выпуску Я очень рекомендую вам посмотреть интервью с одним тирольским отельером Которому 67 лет, у которого семейный бизнес И пришел к одному выводу, что для того, чтобы сделать гостя счастливым Нужно убрать из отеля детей Но поскольку он любил детей, то он решил сделать еще круче Он поставил два отеля, разделил их подземным ходом в 500 метров И сказал, в одном отеле можно приезжать только если у вас есть дети И для них будет все Молочное питание, безопасность, три детских клуба Сухие бассейны, батутный парк и так далее А в другой отель приезжать с детьми запрещено Потому что тут у нас романтика, гедонизм, дорогие вина, вазочки на каждом столе Это так просто Но блин, это же так гениально Это же и есть суть позиционирования сегментации Потому что хороший маркетинг это всегда фейс-контроль Вам направо, а вам налево Обязательно посмотрите с ним интервью на английском языке Почти час, но я думаю, что это того стоит Пару дней назад я согласился выступить у нашего партнера Это газета «Киевпост» на ярмарке вакансий Вытащил на сцену стол и пригласил людей из зала пройти у меня собеседование прямо на сцене Спасибо большое, вы согласились первым выйти? Окей, здравствуйте Первая ошибка, которую совершают люди Они не говорят по-английски Переходим на английский язык Ошибка номер два Я задаю простой вопрос А почему вы хотите работать именно в компании Федериф? И люди говорят Ну, мы много знаем про вашу компанию Я говорю А что именно вы знаете про нашу компанию? Ну, это детали Я знаю вас Я шел сюда с мыслью А вдруг я кого-нибудь смогу взять? Но сейчас, кроме одного смелого молодого человека Ни один человек даже не хочет подняться на сцену Великая ошибка номер три Я спрашиваю А почему вы хотите работать именно в маркетинге и рекламе? И мне искренне люди говорят Вы знаете, маркетинг и реклама – это моя страсть Я говорю, окей, круто Ответьте на два вопроса Какие книги по маркетингу на вас повлияли больше всего? Конкретно по маркетингу Наверное, как мы взрослые Подготовьтесь Найдите работу своей мечты У нас или у наших коллег по рынку Ну, не приходите зелеными Не стреляйте себе в ногу Все собеседования, к сожалению, были провальными Я не смог никого взять на работу Хотя очень бы хотел У меня есть хороший товарищ Это очень талантливый человек Влад Троицкий Который примерно 14 раз Звал меня на разные свои премьеры, выступления Потому что если Влад меня приглашал Это означало только одно В этот день меня нет в Киеве И вот, наконец-то, это произошло Мы пошли на Google Fest На великолепное кабарет Dark Daughters Просто было фантастические два часа Смесь цирка, театра Невозможно передать словами Мы победили великое проклятие Привет Тарабак да Киев Самое величное шоу Европы Это будет очень круто Тарабак АЧПЕРИДЛИЯ Ты директор? Да, он. Мы вместе. Это так невероятно. Я был в первом начале Сель-де-Солей. Я был один из первых артистов. О, это круто. Что это секрет для великого шоу? Это секрет. Но не скажи никому. Спасибо большое. А, да, это было собрание в компании Федерев, которое мы проводим раз в 3 месяца со всеми сотрудниками. Осень – это период новых работ и гриппа. Поэтому держите ноги в тепле. Как раз сейчас вышел ролик, который мы долго делали, несколько месяцев для компании Биофарма. Это был ролик для одного из их флагманских препаратов, который назывался Лаферабион. На самом деле в рекламе есть огромное количество жанров. И один из самых крутых жанров – это анимация. Многие считают, что анимированную рекламу делают тогда, когда нет денег. Но на самом деле это огромное заблуждение. Потому что иногда именно крутая, сложная анимация, которую делать точно намного дольше, сложнее и дороже иногда, чем просто снять ролик, она дает ту эмоцию, которая нужна. Это главный герой нашего ролика Лаферабион. Второй Андрей находится здесь. Это лид аниматор и Таня Пирог. Это наш директор, с которой я имею счастье работать уже примерно 100 лет. Что это за чашки для эспрессо? Это изменение, чтобы отыграть эмоции героя. И вот как они меняются. Оп. Вот вам язык, но без глаз. Оп. Еще больше язык, который ближе и морозит. Сколько времени уходит на то, чтобы сделать 30 секунд? Ну, было 16 съемочных дней по 20 часов. 16 съемочных дней по 20 часов. А почему вы решили именно этим жизнью заниматься? Чего? Ну, процесс, от которого я больше кайфую. Я просто закоханный и так что аж. А потом майже захворел. Та добре, что матуся знает, как рядуваться от нас тут. Диви малече, что у нас тут? Лаферабион. Дорогие друзья, если вы хотите научиться контраварийному вождению, то есть такое упражнение, как габаритные коридоры. Для того, чтобы отработать габаритные коридоры, вам необходимо приехать в ЦУМ. Мы въезжаем в один из самых экстремальных паркингов нашей столицы. Так, что режете? Режем Филадельфию, свежайшую. С лососем, который прилетел с самолета. Это лосось? Да, тот самый. А он каким классом летит? Он летит супер классом. Я тебя угощаю, да, муж? Давай. Очкарики идут на дело. Ха! Добрый вечер. Ха-ха! Ха-ха-ха! Добрый вечер. Ха-ха-ха-ха! Добрый вечер. Поэтому будем считать, что это факап номер один. Тильпо, Фора, Фози, Нежин. Мы поняли, что такое маркетинг. Это бутылка бензина. Кто молодец, я молодец. И у меня есть текстелевские таблички со стандартными предложениями. Это челлендж. Это было круто. Как-то так. Самый больной мой проект, который называется Папа Бренда. Больной, потому что я им болею. Мы ее доделываем. Мы ее тактически уже написали. Мы заканчиваем редактурой. Мы заканчиваем верстку. Я дерусь за то, чтобы мы могли взять эту книгу в руки в этом году. Скорее всего в ноябре. Но мы подумали, что этого будет мало. И мы записали еще видеокурс. Мы тренируемся, экспериментируем. И эти съемки проходили тоже на этой неделе. Книга будет про бизнес. А какие-то такие вот штуки должны быть. Они должны быть творческие. Вот вы купили курс. Значит, вы предприниматель. С вероятностью 80% вы визуал. Я вам буду здесь рисовать какие-то картинки. Вот это вы. А вот это он. Вы продаете творог, а потребитель его покупает. Все, что между вами склеит, не творог. И покупает симпатию к вам. Надеется, что вы будете таким классным чуваком, который построит суперсистемный бизнес. Но там все будет работать как бы само. А вы будете где-то отдыхать или просто давать лекции и так далее. Так не будет. Хотите узнать первыми о выходе книги и курса, то, пожалуйста, оставьте свой e-mail ниже. И до скоро. Нажимайте на колокольчик. Шерьте это видео. И обязательно расскажите о нем своим соседям по лестничной клетке. Create whatever. Субтитры сделал DimaTorzok